привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щедников и наш сегодняшний ролик будет посвящен такому событию как катастрофа такомского моста произошедшая в 1940 году и физическому объяснению причин этой катастрофы подвесной мост через пролив таком аннерус в штате вашингтон с длиной центрального пролета 850 метров был открыт 1 июля 1940 года а его катастрофа случилась 7 ноября в этот день вдоль пролива дул сильный ветер его скорость доходила до 20 метров в секунду полотно моста под действием этого ветра начало раскачиваться и изгибаться и эту раскачку даже удалось заснять на кинопленку на этих кадрах видно что полотно не просто качается но еще и испытывает крутильные колебания и в какой-то момент трассы на которых висело полотно не выдержали и мост обрушился и посмотрев на эти кинокадры многие люди скажут что мост разрушился из-за резонанса но подумайте сами резонанс возникает когда частота внешней вынуждающей силы совпадает с частотой собственных колебаний системы кстати о резонансе у нас есть отдельный ролик и мы очень рекомендуем вам его посмотреть а вот случае с мостом ветер дул с постоянной скоростью и вовсе не подталкивал мост в такт с его собственными колебаниями почему же тогда произошло обрушение с этим мы сейчас и будем разбираться и тут нам на помощь приходит опыт с гудящей травинкой который наверняка делал каждый из вас я натягиваю травинку в руках подношу губам дую и травинка издает характерный звук но ведь я не выдыхаю воздух на той частоте на которой гудит травинка а просто дую равномерно отчего же тогда она колеблется издает такой звук и чем определяется частота на которой происходят эти колебания чтобы с этим разобраться мы собрали вот такую установку здесь на двух резинках закреплена тонкая металлическая пластинка и если я ударю по ней пальцем то смогу измерить частоту ее собственных колебаний а если включить воздуходувку пластинка начинает совершать крутильные колебания в набегающей на нее струе воздуха мы засняли эти колебания на скоростную камеру и установили что частота собственных колебаний составляла 20 герц а частота колебаний в струе воздуха была равна 13 герцом полтора раза меньше и я хочу еще раз подчеркнуть что это не резонанс потому что колебания в потоке воздуха происходит на частоте существенно ниже собственной а те кто самого начала сказал это резонанс ну понятное дело в учебниках про резонанс рассказывается а про это явление нет хотя вообще-то она называется флаттером и это слово конечно все слышали но почему он происходит объяснить не так просто и мы сейчас это все проделаем и первым кто предложил объяснение коллапса такомского моста был американский инженер и ученый в области аэродинамики теодор фон карман карман до этого занимался исследованием флаттера а также изучал вихревые дорожки которые возникают за препятствиями когда они обтекаются воздухом или жидкостью и такая вихревая дорожка между прочим возникает за веревкой или каким-нибудь другим шнуром если его раскручивать вихри сниваются позади него и вот этот срыв викрей и создает слышимый звук и кстати у нас есть об этом формировании дорожки кармана отдельный ролик мы советуем вам его посмотреть карман считал что при обдувании моста сильным ветром за мостом возникла вихревая дорожка и частота срыва вихрей совпала с частотой собственных колебаний моста вследствие чего он и стал раскачиваться и он даже попросил изготовить для него в колтехе резиновую модель моста и обдувал эту модель дома с помощью вентилятора наблюдая как при определенной скорости воздуха мост точнее сказать его модель начинал раскачиваться однако это объяснение не подтверждается расчетными данными полотно моста шириной 10 метров было укреплено боковыми стенками высотой 2 метра 40 сантиметров и в поперечном сечении выглядело вот так при обдувании такого полотна боковым ветром частота срыва вихрей в дорожке кармана пропорционально скорости ветра и обратно пропорционально высоте боковых стенок аж при скорости ветра 20 метров в секунду получаем частоту срыва вихрей 1,6 герца а мост раскачивался с частотой 0,3 герца в пять раз меньше и все-таки фон карман единственный аэродинамик в комиссии по расследованию катастрофы такомского моста принципиально был прав потому что обрушение моста произошло в результате взаимодействия его конструкции с воздушными вихрями однако формирование вихрей происходило по другой схеме и чтобы понять как все это происходило нам надо вести представление об автоколебаниях рассмотрим систему способную совершать колебания чтобы эти колебания не затухали систему требуется вкладывать энергию от внешнего источника причем делать это нужно в правильной фазе и автоколебательной называется такая система которая сама регулирует поступление энергии от источника посредством обратной связи открывающей и закрывающей клапан подачи энергии в нашей ситуации колебательная система это полотно моста подвешенное на упрудьих тросах и в частности она может совершать крутильные колебания источник энергии это налетающий на это полотно ветер и осталось понять каким образом здесь устроена обратная связь как колеблющееся полотно отбирает энергию у ветра в нужной фазе и закачивает ее в свои колебания и предложенная схема раскачки колебаний выглядит так когда полотно случайно наклоняется от внешнего воздействия на достаточно заметный угол за его передней кромкой возникает вихрь то есть область пониженного давления и возникшая разность давлений под и над передней кромкой отклоняет полотно от положения равновесия еще сильнее затем вихрь и сносится назад и теперь действующий на полотно момент сил меняет знак так что она возвращается в положение равновесия и по инерции проскакивает его после чего вихрь возникает под передней кромкой полотна и все повторяется снова как происходит аэроупругая раскачка крутильных колебаний моста мы можем увидеть на этой прекрасной симуляции пока амплитуда колебаний невелика позади моста действительно образуется кармановская дорожка вихрей но вот колебания усиливаются и их характер резко меняется переходя во флакер включается обратная связь и теперь частота срыва вихрей и частота колебаний моста согласованы друг с другом и мост будет колебаться в этом нелинейном режиме пока его конструкция не выдержит и он не разрушится мост через пролив такома нервус был восстановлен в 1950 году и как вы видите под ним сделана достаточно мощная ферма но кроме того в его полотне были устроены вот такие прозрачные решетки и здесь настало время задать наш традиционный заключительный вопрос как вы думаете зачем эти решетки были сделаны ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ю тубе